Клёши. Следствие, клёши это энергетические паразиты, которые искажают, возмущают, аффектируют наш поток сознания. Сами распространенные аффектанты это страх, злоба, ненависть, ревность, вожделение. Они возникают на основе лживого, миропонимания, заблуждения и неглезья. Клёши вместе с кармой являются основой сансары. Но главной основой клёш это лень, отсутствие воли. Борьба с человеком с проявлением клёши заставляет ум набирать впечатление информацию от пяти органов чувств. Синтезируя и анализируя полученную информацию посредством волевых интенсов, проявленность интеллекта, ум передает их высшему манусу через высший поток антахкарана. Высшие и низшие манусы связаны между собой нитью антахкараны, или образно говоря, дух солнца, связующий две противоположные вершины. В направлении движения энергии по этой нити двухнаправленное круговое, по часовой стрелке от низшего мануса к высшему, и круговое против часовой стрелке от высшего мануса к низшему. Это относительно самого объекта. Эта взаимосвязь и есть взаимосвязь причин и следствия. Высший манус собирает впечатление высшей мыслительной деятельности, устремляется к проявлению свой стих, реализуя потенциал индивидуальной памяти, и сливается с будхи, достигая в состоянии таят-джаси, духовного озарения. Это к чему должен стремиться теософ. В этом состоянии может и должен пребывать человек, мыслитель. Высший манус – это обитель высшей воли, кона, дающий у каждого человека устремление и возможность к самореализации и проявлению своей высшей задачи в своем индивидуальном развитии. Немножко скажу о понятии кона. Кон, понятие кона – это круг. Внутри круга есть нравственные принципы и правила, которые прописаны для каждого индивидуума. Все, что выходит в закон, это уже социальная среда. То есть мы пишем законы на основе этическо-нравственных принципов и правил. Только в этом случае возможны причинно-следственные связи, дающие возможность идти по перспективе, по эволюции. Неоценимые условия индивидуального развития личности – это изучение своего праязыка. Пример этого праязыка – фесский диск. Вот здесь, как вы видите, фесский диск, который был найден в городе Фесте на острове Крит в 1908 году. С 1908 года, так вот в 1983 год, никто его не мог прочесть. Ни один генемист. Его прочел Гриневич, исследователь русского языка, сопоставил древнюю славянскую азбуку с теми иероглифами или знаками, которые были написаны. И он прочел это за одну ночь. У нас еще есть одна девушка, она называет себя Тати Вала. На самом деле ее имя – Наташа Бекетова. Она вспомнила все свои прошлые воплощения и увидела все языки и наречия, на котором она разговаривала. То есть она вспомнила, что она знает древнеславянские наречия. И при помощи этого древнеславянского наречия она ее просчитала. Звуки, которые при прочтении она произносила на древнеславянском языке, написаны выше, на черном фоне. А переднюю этих звуков, слов, это уже пониже на белом фоне. Можете посмотреть и почитать. То есть сходство бесподобное. Символы этого языка – это божественные образы. Они вибрируют, входят в резонанс с первородными ходами человека, записанными в ДНК, рождая ответную реакцию в восприятии законов природы, законов времени. Просветление – это резонансное взаимодействие с программами подсознания, с нисходящими из божественных планов бытия. Но почему же все-таки сложно в этом мире? Для ответа на этот вопрос нужно обратиться к Библии. То есть Библия – это уникальный источник определенных действий и руководственных действий. Как известно из Библии, был един народ, был единонаречие, был един язык. Тот самый проязык. Пришел Господь, перемешал народы, перемешал языки. Люди перестали понимать друг друга. Из древних источников проязык – это система образов, записанных русским языком. Русский язык и древний санскрит, наиболее близкие друг к другу по очередной причине, во времени санскрит и в пространстве русский язык, стоят рядом с первоисточником – арийским проязыком, из которого и выросли все другие индоевропейские языки. Система Калачакры – это тоже своеобразный язык из 60 букв, каждый из которых имеет как минимум по три значения. Из них можно составлять слова-образы и следовать причинно-следственную связь явлений. Овладеть этим и выстраивать свою эволюцию в соответствии с программой высшего Мангса – вот задача, достойная Теосифа. Человек, вставший на путь духовного развития, постоянно находится в потоке информации, переработать которую самостоятельно для него не представляется возможным. И здесь к нам приходят учителя. По закону причинно-следственная связь опять же возникает. Будет готов ученик, когда это учитель. Важным значением для ученика является его учителем. Ведические писания постоянно говорят о неоценимой пользе духовного наставничества. Утверждается, что тысячи жизней, прожитых без общения с облухотворенным человеком, не стоят и минуты, проведенные с ним. При этом основной глубинной задачей учителя является не простое поощрение или возбуждение существующих учеников умственных или каких-либо иных способностей, а передача ученику духовной силой, чтобы оживить дух. Убуждение должно исходить от другой души и неоткуда больше. Этот одухотворенный толчок невозможно извлечь из книг, так как их изучение может сделать человека всего лишь умным и научить его разумно и последовательно излагать мысли, в том числе и о духовности. Выбор духовного учителя может оказаться решающим. Истинный учитель должен обладать всеми качествами знания. Знания. Нужно всегда помнить, тоже афоризм. Неправильный выбор чаще всего означает не легкомыслие или ошибку, а предательство своего Бога. Учитель – ученик – связь кармическая, поскольку грань перехода между тем и другим невидимая. Статус ученика выше, чем статус учителя. Почему? А очень просто. Ученичество – это состояние сознания на всю жизнь. А учительство или наставничество возникает только тогда, когда количество переходит в качество. Здесь, как говорится, возникает поклон. Тут уже говорили, что такое поклон. Но вот о поклоне тоже. Поклон, как примятие мировоззрения, взаимный ментальный договор. Поклон обоюдный. Ученик рано или поздно вынужден выступать в роли учителя или в роли наставника первого проходца. Как правило, это происходит в социальных взаимодействиях, в которых постигается глубина жизненных процессов. Знания и опыт по закону кармин должны передаваться. Социум воспринимает первых. На них равняется, им следует. Прилежный ученик, всегда хороший специалист, а знающий законы мироздания, еще один творец. Творец пространства и вредий. Программист тонкоматериального мира. Эдвард Лоренц получил Нобелевскую премию, доказав свою работу, которая называлась «Может ли взмах крыльев бабочки в Аргентине вызвать торнадо в Техасе?» Это взаимодействие сверхмалых аркутеров. Сверхмалые взаимодействия в своей природе могут вызвать сверхкрупные катастрофы и прочее. То есть Теософы должны знать, что вся деятельность Теософа – это очень, можно сказать, ответственность. Это большая ответственность перед собой и перед окружающим пространством. Постивнув суть явлений, можно воссоздать его во времени и в пространстве. Повторить, Теософу это под силу, поскольку новые качества, обретенные в новой эпохе, будут способствовать таланту и вдохновению творящего. Но, самое главное, гумилом творчества в конечном итоге выступит духовно-нравственная составляющая личности. Без этого основного качества нет звания Теософа. Следующее выступление Чарванова и Людмилы Анатольевны, члены международного государственного общества, город Омск. Своё выступление вращает астрология, астрологическая судьба Елены Петровны Главатской. Добрый день, уважаемый съезд. Я хочу вам предоставить материал, который называется «Астрологическая судьба Елены Петровны Главатской». При написании этого сообщения я пользовалась такими материалами, как «Третий дом тайной доктрины» и «Астрологический гороскоп», составленный нашим российским астрологом Калиной Диланян. Астрологом с мировым именем, она режиссёр всем нам известного фильма «Кто вы? Мадам Главатская». Мы все с вами знаем, что Елена Петровна Главатская родилась 12 августа 1831 года. Вашему вниманию, в результате того, что возникает полемника, по поводу её даты рождения, предоставляется два снимка. Гороскоп от 12 августа и гороскоп от 31 июля. Тот, кто знаком с астрологией, тот увидит почти идентичные гороскопы. Но я при расшифровке буду пользоваться материалом всё-таки коренной диланянки. Дело в том, что сейчас, когда будут два гороскопа, вы увидите. Во-первых, планетарные точки гороскопа не изменились за две недели. Изменились только личностные передвижения, личностные планеты, которые двигаются, конечно, очень быстро. Вот это, да? Это 12 августа, 31 июля. И всё. Ну и всё. Ну, кто захочет, подойдёт в перерыве. Все сложные точки кармические этого гороскопа от 31 июля и от 12 августа, они остались на том же месте. Изменились только текущие составляющие планеты. Это такие личностные, как Луна, Марс передвинулся, Венера и Меркурий. Это добавило немножко оттенка к её характеру. Ну, все программы кармические, которые были задуманы Махатмами с её воплощением, они остались на тот же месте. И астрологи знают, что при таком видоизменении гороскопов имеет значение дома. Так вот, астрологически, вы понимаете, до того кармически было предназначено явление такое, как рождение Елены Петровны, что дома за две недели остались на том же месте. Это нонсенс. То есть асцендент от 31 июля был в раке, и асцендент от 12 августа тоже оказался в раке. Время тоже и месторождение, это в соответствии с ректификацией делами. Почему я взяла? Потому что я не обладаю методом ректификации. Это очень высокий уровень астролога должен быть. Вот такие вот. Поэтому, вот, кто принимает эту, по-другому 31, пожалуйста, пользуйтесь этим, здравствуйте. Кто принимает в 11 августа, прошуковывайте в соответствии с этой позицией. Я вам буду по тексту говорить интерпретацию коридора Гиваня. Елена Петровна родилась 12 августа. За 4 дня до ее появления на свет произошло солнечное затмение. Картеровики в ней это видно по соединению Солнца. Давайте напомним, что их будет. А чего будем ждать? Давайте будем показывать. Саша, покажи. Это картеровики в ней соединение Солнца с головой дракона. От 12-го только. Соединение Солнца с головой дракона. Саша. Год Солнца? Да, голова дракона. Ряд. Восходящий узел. Вот. По представлению древних астрологов, рождение человека в момент солнечного заживания и вскоре после него надеяло человека с веревестительными способностями и выдавало характер фатальности всему гороскопу. Это было указанием на неизбежность значительных событий в жизни человека и невозможность укладиться с цельбой. Солнце в гороскопе Елены Петровны находится в знаке Льва. Показал, Саша? Да. Это положение, как правило, дает сильную, благородную натуру, обладающую мощным энергетическим потенциалом, способную к энергетическому донорству, к щедрую и открытую. Эти характеристики как нельзя более подходят к описанию сущности Елены Петровны. Не зря Елена Ивановна Эрих называла ее благородное, отважное сердце, львиное сердце. Знак восходившего момента рождения Елены Петровны, как говорят астрологи, Астиньен, Саша, вот точно, в раке, в раке, в раке, находится в 20 градусах рака. Этот знак, то есть прах, наделяет человека способностью к глубокому эмоциональному постижению мира, часто дает способности к медиумизму, вхождению в контакт с духами природы, в особенности водной стихии. Задиокальный знак рака является обительной луны. Луна символизирует женскую сущность в планетарном ансамбле, душу, глубины подсознания, а также сильную привязанность к месту рождения и патриотичности. Из воспоминаний ее сестрижи Лиховской и других родственников, мы с вами знаем, что уже в детстве маленькая Леля легко входила в контакт с тонким миром, и особенно с духами стихии воды. Несмотря на обилие путешествий в жизни, Елена Петровна всегда помнила о России, интересовалась происходящими событиями на войне, имела обширную переписку с родными. Душевная, кровная привязанность к России проявлялась в их поступках. Это, например, перечисление гонораров Елены Петровны, флонг Красного Креста, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...